Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить вот про такой угольник, так называемый Свенсом. Да, это не оригинал, копия, приобретал я на Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылочку на него оставлю внизу под описанием. Но хотелось бы сказать, что данный угольник выполняет все те же функции, что и оригинальный угольник. Как раз несколько таких функций я и сегодня хотел показать. Да, некоторые скажут, что это уже давно все показывали. А кто-то для себя что-то подчеркнет и положит в свою копилочку. Поэтому давайте приступать. Всем приятного просмотра! Друзья, начнем с того, что при помощи данного угольника за счет его бортиков очень легко наносить разметку. Или чертить, к примеру, линии под 90 градусов. Также данным угольником можно делать разметку под 45 градусов. Также при помощи данного угольника можно отчертить любой угол. К примеру, проводим линию 90 градусов. Теперь нам нужно начертить угол 30 градусов. Но здесь есть небольшой нюанс. У нас угол начинается отсчитываться вот от этой линии. То есть, чтобы начертить нам угол 30 градусов, нам получается 90 минус 30, 60. Нам нужно вот на этой шкале вывести 60. Ставим в ноль. А здесь подводим к 60. Вот здесь, как видим, деление на 60. И здесь в ноль. И чертим линию. Все. Теперь у нас здесь получается угол 30 градусов. А здесь у нас угол 60 градусов. То есть, если нам нужно было бы начертить здесь 30 градусов, то тогда бы мы 90 минус 60, получается 30. Нам нужно было отмерить здесь 30 градусов. Вот, видите. Выставляем в ноль. И прочерчиваем линию. Все. Теперь у нас получается здесь 30, а здесь 60. Вот такой вот нюанс при работе с этим угольником. Теперь поработаем вот с этой шкалой. Для чего она нужна? У нас есть линия. К примеру, от этой линии нам нужно отступить 80 миллиметров. Мы угольник выравниваем с нашей линии. И здесь отмечаем 80. Ставим наш угольник. И чертим линию. Замеряем. У нас получается 80. Также мы можем взять другие какие-то деления. К примеру, 90, 100. Также берем и чертим линию. Так же деление у нас имеется и вот здесь. То есть ставим карандаш и проводим линию. Опять ставим карандаш и проводим линию. Теперь давайте разберем следующую функцию. Чертим линию. И, к примеру, отмечаем угол. Ну, пускай будет 30 градусов. Вставляем в ноль. И чертим угол. Все, начертили. И теперь, допустим, вот из этой точки нам нужно провести перпендикулярную линию. Берем наш угольник. Здесь, на этой шкале, у нас нужно, чтобы было 60 градусов. Совпадал с краем доски. И также совпадала вот эта точка. То есть видим, здесь у нас 60. Вот так. И все. И проводим линию. Здесь у нас получается прямой угол. 90 градусов. Также при помощи угольника очень легко торцевать доски. Ставим угольник. Упираем его в доску. Включаем нашу циркулярку. И пилим. Таким же образом можно работать и с фрезером. Ток, естественно, угольник лучше зажимать. Чтобы он никуда не уходил. Все, и работаем с фрезером. Также при помощи данного угольника мы можем измерить угол вот этой доски. Для этого нам понадобится угольник и отвес. Крепим отвес к угольнику вот таким образом. И зажимаем. Устанавливаем на нашу доску. Когда у нас нитка находится на 45, значит у нас ровная база получается. В данном случае мы от 45 отсчитываем, сколько у нас наклон. 1, 2, 3, 4, 5. Как видим, 5 делений. Значит, здесь угол у нас получается 5 градусов. Проверяем. Есть вот такой у меня электронный угломер. Обнуляем, ставим. 5 градусов. Друзья, сделал также вот такую приспособу для нашего угольника. Делается очень быстро. Это восьмая гайка удлиненная. Делаем прорезь и вот такой барашек, либо можно обычный болт. Для чего это нужно? Иногда нам требуется прочертить огромное количество линий под одним углом. То есть мы ставим, упираем, смотрим какой у нас угол, чертим линию. Опять ставим, проверяем угол, чертим линию. И это занимает очень много времени. Вот как раз здесь приспособа и поможет. Выставляем угол, который нам нужен. Зажимаем нашу приспособу. Еще раз проверяем тот ли угол, который нам нужен. И все. И теперь каждый раз мы просто можем брать, чертить линию. Опять ставим. Опять чертим линию. И так каждый раз. Вот такая приспособа очень нам помогает, когда нам нужно начертить огромное количество линий под одним углом. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня получилось. Напишите в комментариях, понравилось вам видео или нет. Возможно, вы знаете какие-то свои хитрости, либо советы с данным угольником. Тоже напишите. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Также было бы интересно, если вы написали, каким угольником пользуетесь вы. Есть у вас такой угольник или нет. И также напишите, пользуетесь оригиналом или копией. Просто хотелось бы посмотреть, больше народа покупает оригинал или копию. Есть ли какая-то разница. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok